Некогда забытая югская икона Божьей Матери сегодня получает второе рождение. Царица Небесная, привлекая верующих в своей чудотворной иконе, посылает через святой образ благодатную силу и помощь. В Богоявленском соборе города Кургана, где хранится древняя югская икона, совершены праздничные богослужения. Торжества возглавил митрополит Курганский Белозерский Иосиф. 10 августа Святая Церковь совершает празднование Смоленской иконе Божьей Матери, именуемой Адигитрия. Адигитрия значит «путеводительница». Это один из самых распространенных образов Пресвятой Богородицы. Сегодня совершаем празднование югской чудотворной иконе Матери Божьей, потому что этот образ является списком с иконы Божьей Матери Адигитрия, с древней иконы Адигитрия. Мы молимся Матери Божьей, чтобы она приняла и нас с вами, братья и сестры, под свое благое покровительство, чтобы она путеводствовала и нас с вами на путях нашей жизни. Матерь Божья на святой иконе, указывая на своего Божественного Сына Иисуса Христа, как бы говорить нам, напоминая евангельское изречение Спасителя, «Аз есть путь и истина и жизнь». Радуйся, радость, спасение миру Христа Бога родившая, радуйся, престоле огнезрачный, богомладенца во чреве своем носившая. В празднично украшенном живыми цветами Богоявленском кафедральном соборе состоялись торжественные богослужения, всеношное бдение с чтением Акафиста Югской икони Богородицы и Божественной Литургии. Владыка-митрополит, епархиальное духовенство, миряне, все объединились в соборной молитве предъявленным древним чудотворным югским образом. Услыши стенание мое и вопли сердца моего. От этого образа уже многие получили чудеса, как и на Ярославской земле, так и на Дальнем Востоке. И сегодня многие люди притекают к этой иконе. У кого нет возможности приехать в Курган, в столицу Зауралья, каждый из православных христиан может и имеет возможность выйти на сайт югской иконы Божьей Матери и обратиться с просьбой, чтобы мы здесь помолились перед этим чудотворным образом. Приложиться к древней чудотворной югской иконе Богородицы Адигитрия может каждый страждущий. По воскресеньям в 17 часов в Богоявленском кафедральном соборе города Кургана перед этим образом совершается молебен с чтением Акафиста. Главное прийти к святыне с открытым сердцем, искренней молитвой и верой в скорую помощь Царице Небесной. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, пресс-центр Курганской епархии для телеканала «Союз».